Началась работа депутатского корпуса «Абакана» с кадровых вопросов. За летние месяцы отчасти обновился состав городской комиссии по делам несовершеннолетних и защитив прав. Соответствующий проект решения сегодня принят. На сегодняшней сессии утвердили наименование и парка «Баранка». Теперь это все-таки парк, потому что мы все время так. То ли парк, то ли сквер. «Баранка» теперь парк. И сквер строителей. Это который у нас расположен на улице Кирова. На территории сквер расположена центральная композиция под названием «Город-сад». Это дерево, символизирующее название профессии «Строить комфортные и цветущие города». По проекту в этот ансамбль входит фонтан, оснащенный подсветкой, еще один символ строительной профессии и гвоздей. Эта групповая инсталляция установлена около проходных арок, на которых будут размещены фотостенды с изображением строительных объектов Абакана и Республики Хакасия. Отметим, новые рекреационные зоны на карте города появились пару лет назад. Но потребовалось время, чтобы оформить их границы и определиться со статусом. К примеру, площадь «Баранки» почти 7 гектаров. Для сквера многовато, а вот для парка в самый раз. К тому же с водоемом. На сегодняшний день купание там запрещено, зато там рыбалка, утки, ну, рекреационная зона вообще достойная. Андаторы живут. Андаторы, да. Кроме того, решение о бюджете, ну, это традиционная работа проводится, корректируются наши расходы дополнительными дотациями, субвенциями со стороны республиканского бюджета. Это, кроме того, еще и меняется бюджет по данным текущих доходов. То есть у нас неожиданно по некоторым видам налогов, у нас темпы прироста его достаточно высокие, выше ожидаемых. Общая сумма доходов бюджета муниципального образования города Абакан на 2022 год увеличена на 159,682,000 рублей и составила 7,245,694,4 тысячи рублей. Расходы бюджета города Абакана в 2022 году увеличатся на 164,320,8 тысяч рублей и составят 7,617,229,9 тысяч рублей. Еще один традиционный вопрос в поездке сессии Гурсовета в последние годы – это корректировка правил благоустройства и землепользования. Сегодня снова депутаты вернулись к рассмотрению прилегающих территорий. Они закрепляются за собственниками, которые обязаны обеспечивать их уборку и содержание. На этом сессии у нас порядка 19 новых приложений было утверждено. Завершается 9-й жилой район, 10-й жилой район, а также центр города. Вот многоквартирным домам утверждали границы прилегающих территорий. Кроме того, я думаю, что депутаты на этом заседании, на этой сессии, наконец, четко понимают, что такое у нас КРТ-5. Это район Согр, там, где планируется новое благоустройство. Это вот наша КРТ-5. Мы обозначаем территориальную зону G1B перспективной застройки. Там можно видеть портовая 70, это сам участок барака, вокруг огороды. Южнее – это среднеэтажная застройка, поэтому здесь будет реализовываться участок под среднеэтажную застройку. Иными словами, этим решением депутаты горсовета распространили на заречие действия программы комплексного развития территорий. На Согрите теперь находится пятая площадка с деревянным двухэтажным бараком, который запланирован к сносу и расселению за счет частного инвестора, которого мэрия Абакана вскоре определит по итогам открытого аукциона. Перспектива не близкая, но уже и не столь далекая.